Чё твори про созвращение на самый жёсткий канал? Банда, сегодня утром я забирал свою почту и заметил одно очень странное письмо. Здесь написано, открой в 3 часа ночи. Это меня очень сильно испугало, и я не мог не снять видео про это, ведь это письмо мог прислать кто угодно, даже Даркнет. Поэтому сегодня я хочу открыть его вместе с вами и узнать, что же там такого страшного лежит и почему я должен открывать его именно в 3 часа ночи. Поэтому, банда, давайте на этом видео наберём 10 тысяч лайков. И также подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою банду, а я тем временем открываю это странное письмо. Погнали! Окей, банда, я надеюсь, вы готовы, пришло время открыть это странное письмо. Оно ещё так странно запечатано, просто обмотано скотчем, как будто его запечатывал какой-то ребёнок. Тем не менее, посмотрим, что там лежит внутри. Здесь какие-то фото, что за бред? Фотографии какого-то ребёнка, банда, вы это видите? Что за бред? Зачем кому-то мне прислать фотографии ребёнка, которого я даже не знаю? Это очень странно, банда, я без понятия, кто это такой. Ещё одна фотография, здесь тот же самый ребёнок и какая-то девочка, но что у неё с лицом? Оно просто выжжено, вы видите это? Это очень странно, банда, не понимаю, зачем кому-то выжигать лицо девочки на фотографии с каким-то ребёнком? Выглядит это, конечно, очень пугающе. Здесь на фото один и тот же младенец и какая-то девочка. И здесь ещё что-то написано, Серёжа 2000 год. На этой фотографии тоже есть надпись Алиса и Серёжа 2000 год. Эти два фото были сделаны в один год и, скорее всего, даже в один и тот же день. Это очень странно, банда, я всё ещё не понимаю, зачем кому-то присылать мне свои детские фотографии? Хотя мне кажется, что этот мальчик мне кого-то напоминает. И мне кажется, он не напоминает меня. Банда, посмотрите, он реально как будто на меня немного похож. У меня есть пару моих детских фотографий, я могу сейчас принести их сюда и мы сравним. Пару месяцев назад я взял у своей мамы несколько моих детских фото. Они были сделаны ещё тогда, когда я был совсем ребёнком. На этом фото я со своим другом детства Рексом. Здесь я в гостях у родителей моего отца. А здесь я держу в руках больную маленькую козулю, которую нашёл мой отец и принёс домой, чтобы мы её немного подлечили. И все эти фотографии объединяет одно. Они были сделаны примерно в один и тот же период, когда мне было 2 или 3 года. На этих же фото я совсем ещё младенец, мне туда же нету ещё года. И это очень странно, потому что я никогда в своей жизни не видел фотографий, где я был младенцем. Все фото начинались, когда мне уже было 3 или 4 года. К примеру, как на этих фотографиях, но здесь же я совсем ещё младенец. И если мы попытаемся сравнить эти два лица, то можем увидеть, что они очень похожи. То есть это реально мои детские фото, где я был ещё совсем младенцем. Но кто эта девочка? Я без понятия, кто это такая и кто вообще прислал мне мои детские фотографии, которых я никогда в своей жизни не видел. Это очень странное письмо, кто её вообще прислал? Что это? Здесь какая-то записка. Напиши мне в 3 часа ночи какой-то номер. Я без понятия, что это за номер, банда. Я впервые его вижу. Но давайте прямо сейчас напишем на него и узнаем, кто же мне прислал мои фото. Я написал, кто это? Это Сергей Ионис. Вы прислали мне мои фото. Кто вы? Но пока что никакого ответа нет. И мне кажется, что они мне не ответят. Поэтому уж я написал им 7 вечера, а не в 3 часа ночи, как они просили. Поэтому, банда, я думаю, что мне стоит дождаться 3 часа ночи и попытаться снова с ними связаться. Окей, банда, я надеюсь, вы готовы. Я не спал ради этого момента всю ночь. На часах уже почти 3 часа ночи. 2.59. Я надеюсь, что когда я напишу на этот странный номер, то я получу ответы на свои вопросы, кто мне прислал мои детские фотографии. Чёрт. Мне написали с этого номера, как только стукнуло 3 часа ночи. Меня зовут Алиса. Какая ещё Алиса, банда? Я без понятия, кто это такая. Хотя на тех фото было подписано, что там была какая-то девочка Алиса вместе со мной. Чёрт. Я спросил, кто вы и почему я должен писать вам в 3 часа ночи? Я без понятия, что это за Алиса, банда? И что ей вообще от меня нужно? Она мне ответила, я твоя сестра. Что за бред, банда? Посмотрите. Она реально это написала. Что это значит? У меня никогда в жизни не было никакой сестры. Что за бред? Я написал ей, что у меня никогда не было сестры. Посмотрим, что она мне на это ответит. Я точно знаю, что у меня никогда не было родной сестры. Банда, это полный бред. Меня кто-то пытается обмануть. Скорее всего, это какой-то хакер, который каким-то образом получил доступ к моим фотографиям. А теперь собирается меня шантажировать. Она написала. Я умерла, когда у тебя было полтора года. Ты не помнишь меня. Что за бред, банда? О чём это она? Моя мама мне никогда не рассказывала о какой-то сестре, которую я даже не знаю. Мне очень слабо верится, что у меня была какая-то сестра, о которой я не знаю. Она написала мне, ты так вырос, банда. Вы видите эту жесть? Просто ужас. Зачём это она? И откуда она знает, что я вырос? Неужели она прямо сейчас со мной наблюдает? Банда, что это значит? Хотя банда на этом фото есть какая-то девочка рядом со мной. Её зовут Алиса, так же, как и представилась эта девочка. Неужели у меня реально была какая-то сестра, о которой я не знаю? Я ответил ей. Мама никогда не рассказывала мне о вас. Я впервые вижу фото вместе с вами. Посмотрим, что она мне ответит на это. Она скрывает это? Что за бред? Зачем моей маме скрывать от меня, что у меня была когда-то сестра? Я ни капли не верю во всё то, что мне пишет эта девушка. Скорее всего, она реально меня обманывает. Зачем маме скрывать вас? Она ответила, не знаю. Это очень странно, банда. У меня пока что ничего не складывается в голове. Я слабо верю, что у меня была какая-то сестра. Но в то же время у меня нет ни одной фотографии, где я был младенцем. Все фото начинаются уже тогда, когда мне было 3 года. Я написал, как вы умерли. На что она мне ответила. Меня спил пьяный водитель. Дальше я пишу ей, сколько вам лет. И она мне отвечает, что ей 11. Если этой девочке вправду 11, зато всё то, что она мне говорит, это правда. И она мне написала, я так скучаю по тебе, братик. Вы видите, это уже из банда. Неужели это реально моя погибшая сестра? Но почему тогда мама от меня это скрывает? И уже слишком поздно, чтобы позвонить моей маме и спросить у неё обо всём. Я напишу, что я ей не верю. И она меня обманывает, потому что я её не помню. Посмотрим, что она мне ответит на это. Она пишет, я умерла, когда ты был маленьким. Нам всегда было весело с тобой. Ты был милым ребёнком. Я очень тебя любила. Я проводила с тобой всё время. Я очень скучаю по тебе в моём загробном мире. В загробном мире, банда. Это полная жесть. Неужели она пишет мне правду? Но если она умерла, и она прямо сейчас находится в загробном мире, тогда откуда у неё мои детские фото? Давайте у неё об этом и спросим. Откуда у вас мои детские фото? Посмотрим, что она мне ответит на это. Она написала, это единственное, что я смогла забрать в загробный мир. Это просто жесть, банда. Вы слышите это? Это всё так странно, банда. Я просто не могу в это поверить. Кто здесь? Чёрт. Это всё так странно, банда. Я просто не могу в это всё поверить. Кто здесь? Чёрт. Что происходит? Я слышу какие-то странные звуки. Почему я слышу странные звуки? Чувствую ощущение, что на меня кто-то смотрит. Что за жесть, банда? Я реально чувствую, что на меня кто-то прямо сейчас смотрит. Она написала. Это я. Мам, позволь мне дотронуться до тебя. Что за бред? Это было? Я реально почувствовал, как кто-то на меня дотронулся. Кто здесь? Чёрт, банда, неужели эта сестра реально существует? О, господи, это просто какая-то жесть. Как вы это сделали? Что вы от меня хотите? Оставьте меня в покое. Я просто не могу в это всё поверить, банда. Неужели у меня реально была сестра, которая погибла, когда я был совсем младенцем? Ну и не понимаю, зачем мама это скрывает? Нет, я хочу увидеть тебя. Банда, она реально это написала, вы видите? Она хочет меня увидеть. Кто здесь? Чёрт. Алиса, это ты? О, чёрт, что это было, банда? Алиса, пожалуйста, перестань меня пугать, мне совсем не весело. Чёрт, звуки доносятся со второго этажа. Иужели у меня реально была когда-то сестра, о которой я не знаю? Ну почему мама мне об этом никогда не рассказывала? И почему она избавилась от всех фотографий, где была эта Алиса? Это всё так странно, банда, я ничего не понимаю. Эй, Алиса, ты там? Скажи хоть что-то, дай сигнал. Чёрт, это всё очень странно, банда, я не понимаю, что происходит. Я думал, что эти фотографии прислал какой-то хакер. Чёрт. Алиса, ты там? Эта дверь точно была закрытой, банда, что за бред? Эй, Алиса? Господи, что происходит? Здесь кто-нибудь есть? Я просто в шоке, банда, что это такое? Алиса, ты здесь? Ты здесь? Дай какой-то сигнал. Ох, чёрт! Она в гардеробной. Алиса? Ты меня слышишь? Ты здесь? Вы видели это? Там упала коробка с обувью. Алиса, я просто хочу с тобой поговорить. Я хочу знать правду. Я не хочу тебе навредить. Верь мне. Я просто хочу с тобой поговорить. Пожалуйста, поверь мне. Алиса? Чёрт! Это просто жесть! Она мне написала. Ты боишься меня, братик? О, чёрт! Это просто жесть! Алиса, я просто хочу с тобой поговорить. Ты меня слышишь? Алиса? Ты всё ещё здесь? Чёрт! Что это такое, банда? Это всё заходить слишком далеко, банда. Я хочу позвонить на этот номер и попросить, чтобы она ушла из моего дома. Окей, я набираю на этот номер. Надеюсь, что она мне ответит. Я реально в шоке. У меня, оказывается, всю жизнь была погибшая сестра, которой я не знал. Это такая жесть, банда. Окей. Серёжа... Серёжа... Алиса, это я! Серёжа... Да, Алиса, я тебя слышу! Это я! Да? Что ты? Я скучаю по тебе, братик. Алиса, пожалуйста, перестань меня пугать. Ты... Ты скучаешь по мне, братик. Да, я скучаю. Ну, пожалуйста, Алиса, уходи. Она просто отключилась. Банда, что это было? Я реально смог дозвониться в загробный мир. Вы это слышали? И вы слышали этот голос? Там реально был голос маленькой девочки. То есть всё это правда. Это была реально моя погибшая сестра. Мы смогли дозвониться в загробный мир. Я просто в шоке от всего этого. О, чёрт! Это она мне звонит снова. По видеозвонку я беру трубку. Алло? Алиса? Ты меня слышишь? Чёрт, банда, посмотрите. Смотрите, это её рука, она полностью замотана в бинтах. Алиса, пожалуйста, уходи, оставь меня в покое. Я тебе не верю, я тебя не знаю. Просто уходи, пожалуйста. Это просто жесть, банда, вы видите это? Нереально позвонили из загробного мира. Это такая жесть, я просто не могу в это всё поверить. Что это? Что это такое? О, чёрт! Это же игрушка из моего детства. Это была моя самая любимая игрушка. В детстве я помню, и это мистер Банни. Я любил его больше всего из-за того, что он отличался от других фигурок Лего. Но потом он внезапно куда-то исчез. Получается, это Алиса его украла. Это просто жесть, банда, посмотрите на это. О, чёрт! Алиса, покажи своё лицо. Я хочу увидеть и знать, как ты выглядишь. Ты слышишь меня? Покажи своё лицо. О, чёрт! Что это такое? О, господи, банда, просто посмотрите! У неё всё лицо обмотано бинтами. Это просто жесть! Алиса! Пожалуйста, уходи! Оставь меня в покое! Чёрт! Как же это страшно! Вы видите эту жесть, Супримбанда? Алиса, покажи полностью своё лицо! О, чёрт! Просто посмотрите! Это какой-то зомби! Алиса! Уходи, пожалуйста! Что произошло? Сигнал пропал, она исчезла! Это просто жесть! Банда надеюсь, что после этих звонков она уйдёт и больше никогда не вернётся! Я просто не могу в это всё поверить! У меня реальность погибшая сестра, которой я совсем не знал! Утром я обязательно позвоню маме и обо всём у неё расспрошу! Я должен знать правду! Тем не менее, банда надеюсь, что эта Алиса больше никогда не вернётся! Но знаете что? Давайте на этом видео наберём 10-10 лайков! Я попробую призвать его в наш мир! Только вдумайтесь, какая жесть будет происходить! Именно поэтому бандит скорее ставл лайк! И помните одно! Оставайтесь с никого шикарным! Пока! Пока!